Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, добрый день. Тема нашего сегодняшнего разговора – это послание апостола Иуды, а именно введение, пока еще не комментирование, не чтение этого новозаветного документа. И когда вы услышали это словосочетание – послание апостола Иуды, то, возможно, у вас возникло недоуменное такое состояние. А что, это тоже есть послание такой Библии, что ли? Или разве мог Иуда написать какой-то новозаветный документ, библейское сочинение? Недоумение, ваши, друзья, оно объяснимо. Во-первых, само это послание является довольно кратким, маленьким, находящимся в конце всей Библии. И нечасто этот документ вызывает внимание. Не просто у верующих простых, но даже и у священников, и у богословов комментарий в проповедии на это послание находится очень и очень мало. Существует очень и очень мало. И дальше, конечно же, само имя автора документа, апостола Иуда, вызывает, опять же, некоторое недоумение. Какой такой Иуда тут имеется в виду? И вот сегодня мы поговорим о том, что такой документ таки есть, и он очень интересный, и он очень написан хорошо, и лаконичная тема там, она раскрыта, эта тема, поэтому наше сегодняшнее с вами свидание будет, уверен, интересным и плодотворным. Итак, послание апостола Иуды. Документу этому не повезло в истории. Очень нечасто внимание богословов привлекает это сочинение. Более того, в древние века, в средневековье очень часто возникают сомнения в том, а действительно ли это вообще Писание, священный текст, а точно послание апостола Иуда является боговдохновенным документом. Основанием для этого такого не очень высокого внимания к документу они есть, и я уже вам их назвал. Во-первых, не повезло этому документу с названием, какой-то Иуда фигурирует в названии документа. Во-вторых, сочинение маленькое, всего 25 стихов насчитывает, и, как кажется, темы, которые там затронуты, они являются не очень актуальными, не очень близкими к современному верующему. Но это все, конечно же, мелочь. Это не основание настоящее для того, чтобы как-то вот дезавуировать этот документ. Но есть гораздо более серьезная претензия к этому памятнику древней литературы христианской, которая действительно многих святых отцов или церковных писателей и теологов, она вызывала у них некоторые недоумения. А именно, дело в том, что в послании апостола Иуды цитируется как священное писание что-то, что им, писанием, точно не является, а именно ветхозаветные апокрифы. И вот такая вроде бы какая-то небрезгливость или какая-то непритязательность автора документа в том, что он читает и что он цитирует, как казалось нашим предшественникам, жившим в более древние времена, как им казалось, что это есть основание для того, чтобы невысоко ставить и ценить и сам документ в целом. Но мы вот сегодня разберемся и еще раз поговорим о том, действительно ли претензия является обоснованной и мог ли или не мог, имел право или не имел право автор послания апостола Иуды цитировать то, что не является частью канона Ветхого Завета. Что мы знаем об авторстве этого послания? Ну вот открываем документы, читаем, что тут написано. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Это вот первая часть первого стиха документа. И кроме как вот это вот все написанное здесь, ничего мы не находим касающегося авторства послания апостола Иуды. Какой это Иуда? Указано здесь как один из авторов, как автор этого документа. Каких Иуд мы знаем в Новом Завете? Ну, конечно же, все люди верующие и неверующие знают апостола Иуду, который предал Христа. Иуда Искариот. И вот, видимо, в сознании простого человека именно с этим Иудой и связывается написание этого документа. Ну, конечно же, нет. Иуда Искариот не является автором этого послания, потому что, как мы читаем в Писании, после своего акта предательства он покончил с собой, совершил акт суицида. Поэтому не он. А кто еще? Ну, вот, допустим, в книге «Деяний апостолов» в главе 15-й упоминается некий пророк Иуда. У него было второе имя Варсава, который был связан с Иаковом. А именно он по поручению апостола Иакова, главы церкви в Иерусалиме, отправился в Антиохию с поручением. Он нес постановление собора апостолов. И, как думали некоторые ученые, вот именно, наверное, этот Иуда, возможно, был автором документа. Каких еще Иуд мы знаем? Но какого-то мы знаем Иуду Иаковлева, Иуду сына Иакова, одного еще из, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Как можно понять из всего этого моего небольшого перечня, Иуд было немало в то время. Потому что Иуда – это было популярное имя, как и имя Иаков. Не случайно сам народ назывался и называется Иудеями. Это другое у Иуда, конечно же, имейте в виду. Один из детей сыновей Иосифа. Как мы видим из этого моего перечня, Иуд было немало в то время в Израиле. Это было популярное имя, похожее на, может быть, современное имя Иван. И как сейчас многие иностранцы называют русских Иванами, то же самое в те времена можно было назвать любого еврея Иудой, а точнее Иудеем, членом народа под названием Иудеи. Но это другой Иуда, имеется в виду. Один из детей Иакова, Израиля по-другому. Вот, как мы знаем, Южное царство именовалось Иудеей в том числе. Каких еще мы знаем Иуд? И вот приходим к тому Иуде, который традиционно считался автором документа в церкви. Итак, мы знаем в Евангелиях о том, что читаем в Евангелиях о том, что у Господа какие-то были братья, братья Господни. И в двух местах, это Марк, голова 6, и Матфея, голова 13, мы находим перечни этих имен, какие-то братья. Как правило, фигурируют четыре имени. Это у нас Иаков, Иосия, Симеон и Иуда. Вот, в одном из перечней Иуда идет третьим, в другом он идет четвертым. То есть, он какой-то младший, один из младших братьев Господних. Какие такие братья Господни, возможно, имеются в виду? Ну, дорогие друзья, есть два подхода к этому вопросу. Подход принятый в протестантизме, и он тоже имеет какое-то основание древней церковной традиции, а именно, допустим, Тертулиан, церковный автор третьего века христианской эры, считал, что братья Господни, это есть те, которые были детьми Марии и Иосифа после рождения богобладенца Иисуса. Вот такая вот гипотеза. Это есть родные, получается, по матери братья, а там еще были и сестры, только мы не знаем их имен, братья и сестры Иисуса Христа. Вот такая вот есть гипотеза. Но православные католики, у нас есть догмат, у нас есть веручительное положение, имеющее довольно большой вес догмат о том, что Дева Мария была приснодевой, и в этом отношении детей у Марии больше не было. Тогда кем можно считать братьев Господних? Ну, вот есть два подхода. Подход первый – это есть дети Иосифа от первого брака, подход второй – это есть какие-то двоюродные братья Иисуса Христа. Двоюродные. И традиция эта тоже имеет древние корни. На Востоке в апокрифах появляется такое предположение уже во втором веке новой эры. Поэтому мы, и как верующие, и как ученые, имеем основание всерьез отнестись к этому предположению. Двоюродные братья или братья Иисуса, то есть дети Иосифа от его какого-то первого брака. Если мы представим себе реальную жизнь в Назарете или Вифлееме, когда есть две родственные семьи, двоюродные братья, и вот Иисус, и его мать, и его отец, жившие рядом, то как это могло быть? Ну, вот, допустим, собирается вечером какая-то компания, и дети, они как будто мигрируют. То они собрались здесь поужины, то они собрались там у родственников. И такая возникает картина, знакомая нам, возможно, по дачным нашим летним временам, когда дети как будто бы общие. И непонятно, чьи дети, но они приходят к тебе, и ты вот их всех сажаешь за стол, всех их кормишь. И в этом отношении действительно вопрос о том, были ли они двоюродные или родные к Иисусу Христу, эти братья по отношению к Нему, он теряет свою остроту. Это были братья по какому-то стилю, укладу жизни, очень близкие к Господу люди. С Иаковым связано одно из посланий соборных, послание Иакова, объемный текст, очень содержательный, имеющий пять глав. И сегодня мы поговорим о втором послании, тоже соборном, которое связывается вот с этим именно Иудой. Иудой, братом Господним. Мы знаем из Евангелии о том, что братья Господни не были спутником Иисуса Христа, они не были верующими его последователями, когда он, Христос, был проповедником, жил на земле, что понятно, потому что очень тяжело родным, каким-то людям, родителям, или братьям, или сестрам, объективно оценить вес и важность своего родного человека. Потому что вроде бы они знают его под накотную, знают все его стороны, характера, знают его детство, и уж точно он не святой. Все так рассуждают родные люди. А со стороны кажется все по-другому. Действительно, выдающийся человек, обладающий большими талантами. Но для братьев Господних и для его матери, впрочем, осознание того, с кем они имели дело, пришло уже после кончины Христа на кресте, после распятия и его восстания из мертвых. Потом и Иуда, и Иаков оказываются, получается, видными какими-то учениками, видными лидерами, точнее, церквей Палестины и Галилеи, и оказываются авторитетами в тех кругах. Ну, конечно же, ученые выступают против, ну, не все, но некоторые выступают против этой традиционной атрибуции документа, привязки его к Иуде, брату Господню, и у них всплывает довольно стандартный набор контраргументов. Какой набор? Ну, вот, например, послание Иуда написано хорошим языком, греческим языком. Это такой очень качественный в отношении стилистики, грамматики, насыщенный приемами разными, образами текст. И откуда Иуде знать вот все эти тонкости греческого языка? Ну, тут есть два контраргумента, дорогие друзья. Первый такой контраргумент всегда есть у нас, у людей церковных, палочка-выручалочка под названием таким, гипотеза о помощнике-секретаре. То есть, был кто-то, возможно, кто был около Иакова, около Иуды, и он-то и оформил правильным образом, имеющий этот человек, имел, видимо, образование какое-то хорошее, он учился в нужных местах, и вот он и оформил то, что сказал, предкатовал Иаков, либо Иуда, и получился дельный, качественный, литературный памятник. Вот такая вот гипотеза. А, впрочем, вот это уже вот такие другие рассуждения, а что мы знаем о том, какой грамотностью, литературной одаренностью обгадали жители того времени, мы знаем не очень много. Вот это вот предположение о том, что и Иисус, и его родственники были какими-то бедняками, оно ни на чем не основано. Мы не знаем, были ли они бедняками. Мы знаем, что они не были олигархами и богачами, но они, возможно, не были и бедняками. У них было ремесло, большая была многодетная семья, вот, и, возможно, у этой семьи была возможность дать детям образование, элементарное образование, хоть какое-то. Галилея была регионом, где господствовало такое многоязычие, использовалось три языка, арамейский, еврейский и греческий, и что мешало человеку одаренному, интересующемуся текстами, священными текстами, быть начитанным, начитаться, уметь писать, создавать тексты, что мешало быть таким компетентным литератором, выходцу из среднего крестьянского либо ремесленного сословия. Ну, вроде бы ничего. Мы знаем про то, что император Домициан, вот знаем из церковной истории всей веки Саисского, однажды позвал внуков этого самого Иуда, чтобы узнать, с кем вообще-то он имеет дело, потому что они были потомками какого-то мессии, точнее, родственниками мессии и какими-то, может быть, царями, они, может быть, были потенциальные бунтовщики, и о каком-то таком царстве шла речь в этом христианском вероучении. Ну, как написано, они показали ему свои мозолистые руки, они христиане, у них какая-то была вот, какая-то была у них участок земли, они его обрабатывали. Но я вот перевел указанные меры этой земли, площадь, знакомые нам единицы, сотки, гектары, получилась немаленькая площадь, около пяти или семи гектаров владела эта семья, то есть, у них было такое серьезное землевладение, на котором работали они, привлеченные какие-то слуги, сотрудники, семья работала, это была довольно стоящая плотно, крепко на ногах семья, у которой, разумеется, был досуг для того, чтобы заниматься и литературой тоже, и иметь возможность была у этой семьи, вот, какую-то вот компетентность в деле литературном или даже писательском. Поэтому вопрос о том, что Иуда был выходцем из низов, поэтому он не мог написать, он снимается. А вот другие претензии к письму кажутся более весомыми. Ну, какие, например, претензии? Есть элементы в этом письме, которые показывают на его позднее происхождение. Например, в одном из стихов указывается на то, что о какой-то вере говорится, которая была сообщена апостолами. То есть, апостолы веру сообщили, и наша функция, как люди верующих, христиан, сохранить это все. Получается, что автор этого документа, он писал тогда, когда уже вот объем этих вот этой вот вести, этих положений вероучительных был уже озвучен, сформулирован, как-то вот собран, и получилась то самое вот какая-то символ веры или керигма, которую надо было сохранить. И действительно, это происходит уже, скажем так, к концу первого века. Но, опять же, контраргумент, а что, если это был Иуда двоюродный брат Христа, и он родился, как мы понимаем, последним, младшим братом, тогда получается, что он мог жить и в довольно позднее время, года 80-90-е, и таки быть автором этого документа. Поэтому, предлагаю нам всем исходить из традиционной атрибуции послания апостола Иуды, именно к этому, давайте привяжем его именно к этому Иуде, брату Господню, и потом будем всегда, комментируя послание, взвешивать, противоречит ли текст этой атрибуции или не противоречит. И в дальнейшем придем к выводу о том, какая наша гипотеза, правильная она или неправильная. Каноничность этого документа, путь в канон. Ну, так получилось, что этот документ довольно рано был осознан, как документ священный, важный и авторитетный. Ну, вот, например, есть второе послание Петра, это псевдопикров, точно написанный был и не Петром, а каким-то его учеником и на рубеже первого-второго веков новой эры. Так вот, в этом документе целиком вставлено послание Иуды. Оно занимает главу вторую, третью, третью послание Петра, второе послание Петра. То есть, вот для автора документа послание Иуды было ценным текстом, и он считает нужным вставить его, инкорпорировать его в свой документ. Ну, такой есть памятник, называется канон-муратория, такой списочек небольшой с маленькими комментариями того, что считается священным в церкви Рима примерно в 200-м году христианской эры. И вот там тоже есть уже послание Иуды. Впрочем, и все веки сариски, когда он рассуждает о каноне Нового Завета, это уже 4-й век христианской эры, он ставит это послание в категорию сомнительных. И опять же, для того, чтобы так отнести документ, для него основанием было то, что цитируются в этом документе какие-то несвященные книги, как если бы они были священные. Кому было послание обращено, адресат этого документа. В отличие от послания Иакова, не указано, не уточнено. Написано авторство, указан автор, и потом уже начинается сам документ. Но, если мы предположим, что это действительно Иуда, брат Господень, то, вероятно, церкви его круга, они находились в Палестине, в Галилее и в окрестных странах. где были люди, которые были по своему роду иудеями, и при этом были христианами, и именно им он это письмо обращает. Поэтому церковь Палестина или Галилея, или, может быть, Южная Сирия, это и была целевая аудитория этого документа. Дальше, повод для написания. У этого документа, небольшого по объему, есть одна конкретная, ясно сформулированная и довольно хорошо изложенная задача. Есть один повод, повод такой, в общины кто-то прокрался, вот такое даже слово есть, прокрался, проскользнул, залез. Какие-то люди, которые имели какой-то авторитет, они были, они думали, что они в почете, у них какая-то была репутация, и вот эти люди воспринимаются апостолом Иуды, как, такое там тоже есть выражение, соблазна для ваших вечерей, для ваших собраний, они бывают соблазном для вашей вечерей любви, вот так он пишет. Слово соблазна другое значение имеет, прямое значение имеет, или первичное, это есть риф, скала, это есть, вот допустим сравним сейчас давайте церковь с кораблем, корабль плывет, вроде моря такое свободное, чистое, безопасное, но под ладью воды есть опасная, опасный камень, который готов пропороть днище, распороть днище корабля, и корабль потонет. И вот эти самые люди, они таким же рифом, таким же камнем, угрозой для вашего церковного корабля, они являются. И вот с этими людьми апостол Иуда очень спорит. Тут требовалось, конечно же, довольно большое отступление, чтобы нам понять, с кем же Иуда тут вступает в полемику, вступает в такой риторический бой. Ну, многие знают, что времена новозаветные были временами, когда, как и сейчас, как и всегда, впрочем, были споры, дебаты. Да, вот люди спорили, верующие спорили о том, как правильно развиваться церкви, развиваться общинам, развиваться в отношении вероучительном, каноническом, этическом и так далее. И, как всегда, возникают разные точки зрения, возникают разные такие полюса, да, разные крайности. И, как ученые реконструируют, как они вот пытаются все воссоздать, этими крайними полюсами был апостол Павел и его окружение, его ученики, ученики его учеников, его хорошие ученики и его плохие ученики, которые превратно поняли некоторые элементы Павла во вероучении. Это один полюс. И другой полюс, это есть Иаков, тот самый Иаков, глава церкви Иерусалима, брат Господа и брат апостола Иуды. И вот и друзья ученики Иакова, ученики учеников Иакова, хорошие ученики Иакова и плохие ученики Иакова. И вот два этих направления, две этих партии, они спорили, как правильно надо развиваться в церкви. И, глядя ретроспективно из нашего времени, да даже из времени второго века новой эры, оба были правы, обе партии были правы, говорили правильные вещи по-своему, на своем языке, языке привычном, исходя из своего контекста, раскрывали очень важные, неприходящие стороны христианского вероучения. Христиане, жившие уже во втором веке новой эры, сказали себе, окружающим, нам, своим потомкам, что они оба были правы. И Павел, и Иаков, и Иуда, и Павел, вы все молодцы. Поэтому мы берем ваши документы, документы, связанные с вашими школами, традициями, подходами, и считаем их одинаково ценной частью нашего христианского нового завета, христианской Библии. И поэтому в нашем каноне, в нашем собрании книг священных новозаветных есть и послание, допустим, Галатам, апостола Павла, и есть послание Иакова. И в этих посланиях и Павел, и Иаков спорят друг с другом. Вот так вот, дорогие друзья, и спор, полемика, дебаты тоже есть, точнее, как есть. Это очень важный компонент, очень важная часть новозаветного повествования, новозаветной истории. И в этой связи сделаем маленький вывод, полемика, споры, дебаты, даже такое некоторое расхождение в точках зрения. Это все уместно и в нашей христианской современной православной жизни, потому что Новый Завет это все легитимизирует. И вот такая гипотеза, гипотеза рабочая оппонентами иуды, те, кто ему не нравится, кого он критикует, они оказываются тоже какими-то людьми, связанными с апостолом Павлом, носители его идеологии, его богословия, его подходов каких-то. И вот эти ученики Павла проникают в общины круга иуды, как какие-то служители, пророки, наставники, учителя, и вот они там свою линию проводят. И все это не нравится апостолу иуде. Ну вот типичная ссора возникает или какое-то неприятие, неприязнь взаимная, основанная на разных подходах к какому-то одному вопросу, одной проблеме. и возникает спор в таких привычных нам проявлениях. А именно, что я имею в виду? Когда мы с кем-то спорим или на кого-то сильно обижаемся или на кого-то злимся, как правило, мы имеем дело с какой-то конструкцией, которую мы сами лепим и которая не совсем точно совпадает, равна тому человеку, на которого мы лично обижены. То есть, мы сами выдумываем себе тот образ, образ какого-то Ивана Сергеевича, Ивана Ивановича, на которого мы обиделись и на которого мы, понимаете, обвиняем его в своем сознании, в каких-то там словах, осуждениях и так далее. Но факт в том, что то, кого мы воображаем, представляем, не совсем то, а бывает и совсем не то, кем является реально Иван Иванович либо Иван Сергеевич. Потому что бывают недоразумения, бывают какие-то стереотипы, бывают какие-то реально состоявшиеся ошибки в том, как мы воспринимаем тех или иных людей. И тут имеем дело тоже, возможно, с тем же самым. Таким образом, главная тема этого послания это есть лжеучение, лжеучителя, проникающие в церковь, в общины, являющиеся поводом для причины, точнее, для распада общинной братской жизни. И вот Иуда полномерно очень так вот лаконично и при этом организованно предпринимает атаку на этих лжеучителей, аргументирует свою позицию он цитатами из Библии, обращаясь к смыслу христианского вероучения, ну и так далее. Говоря о цитатах, которые использует апостол Иуда, мы скажем следующее. у этого автора большой кругозор, он действительно начитан в Писании, он может привлекать разные сюжеты из всего канона Ветхого Завета, но это не самое главное. Главное то, что он активно использует цитаты из околобиблийской литературы, так называемые апокрифы, а именно два апокрифа точно используются Иудой в его послании. Один апокриф, это первая книга Еноха, даже цитируется, а второй апокриф называется он «Успение Моисея», просто берется сюжет, какой-то образ случаев из этого документа. И вот все это являлось для многих христиков основанием для того, чтобы невысоко ценить этот документ послания Иуды. Но нам сейчас, что в этом кажется нам необычного или скандального, ну цитировал и цитировал, читал и читал, считал важным, ну и подумаешь, считал важным. Вот мы находим, я нахожу в этом обильном цитировании лишь то, что Иуда был человеком начитанным и знал, разбирался в литературе и мог приводить разные какие-то сюжеты из огромного корпуса библейской и околобиблейской литературы. Это было наше маленькое видение в постании апостола Иуды, на этом видение завершаем и в будущее нашей встречи приходим к чтению и комментированию самого этого небольшого, но очень интересного документа. Спасибо за внимание. Портал экзегет.ру священник Алексей Волчков Петербург. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok